Из конференц-центра на Храмовой площади в Солф-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении детского хора первоначального общества из города Pleasant View в Северный Огдон, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись и иное использование этой программы без письменного рассоглашения запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве Церкви. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на второй сессии 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании припосредствии телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах кольев в разных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении детского хора первоначального общества из городов Pleasant View и Северный Огден, штат Юта, США. Дирижер – сестра Ваня Воткинс с органом Линда Маргетс. Хор откроет эту сессию исполнением гимнов «Божья забота» и «Отец мой небесный, спасибо тебе». Вступительную молитву произнесет старейшина Вон Юн Ко, член Кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «Семьи навеки могут быть вместе». Семьи навеки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I thank Thee for all friends and parents so dear And for every blessing that I enjoy here Help me to be good, kind and gentle today And mine was my father and mother shall say In the dear name of Jesus, so loving and mild I ask Thee to bless me and keep me thy child Our beloved Father in heaven Our beloved Father in heaven Our beloved Father in heaven We came to you with many grace and attention And I thank you for all the blessings that you have given us in life And I thank you for the Son of Jesus Christ And for His Son of Jesus 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 Томаса Монсона и его советников, их кворум 12, чтобы они могли продолжать свое служение и строить царство в этом мире и приводить многих людей к Тебе для нашей общего блага и радости. И все это мы говорим и просим во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа. Сына Твоего Иисуса 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 Христа. Пожалуйста, покажите это. Сына Твоего Иисуса Христа. Сына Твоего Иисуса Христа. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, покажите это. Сына Твоего Иисуса Христа. Предлагается выразить им признательность за их отличное служение. Кто за, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей Кворума 70 и Генеральное Президентство вспомогательных организаций по состоянию настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, также покажите это. Президент Монсон, насколько я мог заметить, поддержка голосования в конференц-центре была единогласной. Спасибо, братья и сестры, за вашу веру, за ваши поддерживающие голоса, за ваши молитвы. И сейчас мы будем рады услышать отстаившим Беднара. Когда мы изучаем Евангелие Иисуса Христа и живем по Его законам, последствия часто бывают поучительны. Рассмотрим, например, уроки о духовных приоритетах, полученные нами из того, в каком порядке происходили основные события, когда полнота Евангелия Спасителя была восстановлена в эти последние дни. В священной роще Джозеф Смит видел вечного Отца Иисуса Христа и говорил с ними. Между прочими знаниями, Джозеф узнал об истинной природе Божества и о непрекращающемся откровении. Это величественное видение возвещало о приходе устроения полноты времен и стало одним из заметнейших событий в мировой истории. Приблизительно три года спустя, в ответ на серьезную молитву, вечером 21 сентября 1823 года, спальня Джозефа наполнилась светом и стала светлее, чем при полуденном солнце. Появившийся у его кровати, человек назвал юношу по имени и объявил, что он вестник, посланный из присутствия Бога, и что имя ему Мароний. Он сообщил Джозефу о появлении книги Мормона. И затем Мароний процитировал из книги Малахии в Ветхом Завете с небольшим изменением в языке, используемом в версии Библии короля Якова. «Вот, я открою вам священство рукой Ильи и пророка до наступления великого и страшного дня Господня. И он вложит в сердца детей обещания, данные отцам, и сердца детей обратятся к своим отцам. И если не будет так, то вся земля будет совершенно опустошена по пришествии его». Указания, данные Марония молодому пророку, в конечном счете содержали две темы первостепенной важности. Первая — это книга Мормона. И вторая — это слова Малахии, предсказавшего роль Ильи в восстановлении всего, что говорил Бог устами своих святых пророков от века. Таким образом, вводные события восстановления открыли верное понимание Божества, они подчеркнули важность книги Мормона и предвосвятили работу по спасению и возвышению и для живущих, и для умерших. Эта вдохновляющая последовательность событий учит нас тому, что в духовных делах имеет самый высокий приоритет для Божества. Мое послание сосредоточено на служении Духи Ильи, о явлении которого говорил Мароний в своих первых обращениях к Джозефу Смиту. «Я искренне молюсь о помощи Святого Духа». Илия был пророком Ветхого Завета, который совершал великие чудеса. Он запечатал небеса, и три с половиной года в Древнем Израиле не было дождя. Он умножил муку и масло вдовы. Он воскресил отрока из мертвых и вызвал огонь с небес в споре с пророками Ваала. В конце своего земного служения Илия понесся вихрем на небо и был вознесен. Из откровений последних дней мы узнаем, что Илия владел запечатывающей властью священства Махседекова и был последним пророком, имевшим такую власть до того, как пришел Иисус Христос. Пророк Джозеф Смит объяснил, цитата, «Дух, силы и призвание Илии заключаются в обладании ключами полноты священства Махседекова и в получении всех таинств, принадлежащих к Царству Божьему». Конец цитаты. Эта священная запечатывающая власть нужна для того, чтобы таинства священства были действительными и связанными и на земле, и на небе. Илия явился с Моисеем на горе Преображения и даровал эту власть Петру, Якову и Иоанну. И 3 апреля 1836 года Илия явился снова с Моисеем и другими в храме в Киртленде и даровал те же самые ключи Джозефу Смиту и Оливеру Каудере. Священные Писания гласят, что Илия, пророк, предстал перед Джозефом и Оливером и сказал, «Вот, полностью настало время, о котором было сказано устами Малахии, свидетельствующего, что он, Илия, будет послан до того, как настанет Великий и Страшный День Господа, чтобы обратить сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, дабы вся земля не была поражена проклятием. Поэтому ключи этого устроения вручены вам. И этим можете знать вы, что Великий и Страшный День Господень близок. Да, при дверях. Восстановление запечатывающей власти Илии в 1836 году было необходимо для того, чтобы подготовить мир ко Второму пришествию Спасителя и положить начало значительно увеличивающемуся и распространяющемуся по миру интересу к исследованию семейной истории. Пророк Джозеф Смит провозгласил, «Величайшая ответственность в этом мире, которую Бог возложил на нас, заключается в том, чтобы искать наших умерших, ибо необходимо, чтобы в наших руках была власть запечатывания, чтобы этой властью запечатывать наших детей и наших умерших для полноты устроения времен, устроения, в которые должны исполниться обещания, данные Иисусом Христом до основания мира ради спасения рода человеческого». Поэтому Бог сказал, «Вот, я пошлю к вам Илию пророка». Далее Джозеф объяснил, но что же является целью прихода Илии? Или как это должно быть выполнено? Должны быть переданы ключи. Должен прийти дух Илии. Должно быть установлено Евангелие и должны быть собраны все святые Божии. Должен быть построен Сион, и святые должны прийти как спасители на гору Сион. Но как они становятся спасителями на горе Сион? Строя свои храмы, продвигаясь вперед и получая все таинства от имени всех своих умерших прародителей. Это и есть цепь, связывающая сердца отцов с детьми и детей с отцами во исполнении миссии Илии. Конец цитаты. Старейшина Рассел Нельсон учил, что дух Илии — это проявление Святого Духа, приносящего свидетельство о божественной природе семьи. Это особое влияние Святого Духа вдохновляет людей находить, записывать сведения о своих предках и дорожить ими, и членами своей семьи, и в прошлом, и в настоящем. Дух Илии затрагивает людей и в церкви, и за ее пределами. Однако у членов восстановленной церкви Христа есть ответственность. Согласно завету наших предков, найти их и выполнять для них спасительные таинства Евангелия, дабы они не без нас достигли совершенства. И также и мы, без наших умерших, не можем достичь совершенства. По этим причинам мы проводим исследования семейной истории, строим храмы и выполняем заместительные таинства. По этим же причинам Илия был послан, чтобы восстановить запечатывающую власть, которая связывает на земле и на небе. Мы представители Господа в работе по спасению и возвышению, который защитит всех от того, чтобы вся земля не была поражена проклятием, когда он возвратится снова. И это наша обязанность и великое благословение. Теперь я хочу привлечь внимание молодых женщин и мужчин, а также детей подрастающего поколения. подчеркивая важность присутствия Духа Илии в вашей жизни сегодня. Мое сообщение предназначено для всей Церкви в целом, но для вас в особенности. Многие из вас могут думать, что семейная историческая работа должна выполняться прежде всего людьми пожилого возраста. Но я не знаю ни о каком возрастном ограничении, описанном в Священных Писаниях или рекомендациях, о которых объявлено церковными руководителями, распространяющими эти важные служения только на зрелых взрослых людей. Вы – сыновья и дочери Бога, дети Завета и Созидатели Царства. И вы не должны ждать, пока достигнете условного возраста, чтобы выполнить свою ответственность, помогая в работе по спасению для семьи человеческой. Господь сделал доступными в наше время замечательные ресурсы, которые позволяют вам узнать об этой работе, вдохновляемой духом Ильи, и полюбить ее. Например, Family Search – это собрание записей, ресурсов и служб, доступ к которым нелегко осуществить с персонального компьютера. И разнообразные портативные устройства созданы, чтобы помогать людям обнаруживать и фиксировать свою семейную историю. Эти ресурсы доступны также в центрах семейной истории, расположенных во многих церковных зданиях по всему миру. Не может быть совпадением, что Family Search и другие инструменты такого рода появились в то время, когда молодые люди так хорошо знакомы с широким диапазоном технологий в области коммуникации и информации. Ваши пальцы обучались набору текста на телефонах и компьютере не только для того, чтобы быстро общаться со своими друзьями, но чтобы ускорить и продвигать работу Господа. Навыки и способности, обычные для многих людей сегодня, это подготовка к тому, чтобы внести свой вклад в работу по спасению. И я приглашаю молодежь церкви узнать о Духе Ильи и испытать его влияние. Я призываю вас изучать информацию и находить своих предков и подготовиться к выполнению заместительных крещений для ваших умерших родственников в Доме Господа. Я настоятельно прошу вас помогать другим людям узнавать об их семейной истории. Если вы откликнетесь на это приглашение с верой, ваши сердца обратятся к отцам. Обещания, данные Аврааму, Исааку и Иакову, будут переданы в ваши сердца. Ваше патриархальное благословение, задержащее объявление родословной, свяжет вас с этими отцами и станет более значимым для вас. Ваша любовь и благодарность к своим предкам увеличатся. Ваше свидетельство о Спасителе и обращение к Ним станет глубоким и прочным. И я обещаю, что вы будете защищены против усиливающегося влияния Искусителя. И принимая участие в этой святой работе и полюбив ее, вы будете оберегаемы в своей юности и в течение всей жизни. Родители и руководители, пожалуйста, помогите вашим детям и молодежи узнать о Духе Ильи и испытать его влияние. Но, пожалуйста, не превращайте это старание в формальность и не загружайте молодежи большим количеством подробной информации или обучения. Предложите молодым людям исследовать, экспериментировать, узнавать об этом для самих себя. Любой молодой человек сможет сделать то, что я предлагаю, используя инструменты, доступные на сайте ЛДС Орг, Family History Youth. Кворум Священства Аронова и Президентство классов Общества молодых женщин могут сыграть важную роль в том, чтобы помочь всей молодежи освоиться с этими основными ресурсами. Молодые люди в большей степени должны быть учениками, которые действуют и таким образом получают дополнительный свет и знание силы из Святого Духа, а не просто пассивными студентами, на которых в основном воздействуют другие родители и руководители. Вы будете изумлены тем, как быстро ваши дети и молодежь церкви становятся высоко квалифицированными пользователями этих инструментов. Фактически, вы получите ценные уроки от этих молодых людей об эффективном использовании этих ресурсов. Молодежь может многое предложить людям старшего возраста, которые чувствуют себя неуверенно или боятся новых технологий или незнакомы с Фэмили Сёч. Вы также сочтете ваши многие благословения, когда молодые люди будут посвящать больше времени семейной исторической работе и служению в храме и меньше видеоиграм, блужданию по интернету и социальным сетям. Трой Джаксон, Джейрин Хоуп и Эндрю Аллен — это носители священства Аронова, которые были призваны вдохновленным вдохновленным епископом, чтобы вместе преподавать в классе по семейной истории в своем приходе. Эти молодые люди представляют многих из вас в своем горячем желании учиться и служить. Трой сказал, цитата, «Обычно я приходил в церковь и просто сидел там, но теперь я понимаю, что должен пойти домой и кое-что сделать. Мы все можем заниматься семейной историей». Конец цитаты. Джейрин сообщил, что чем больше он узнавал о семейной истории, тем лучше понимал, цитата, «что это не просто имена, но реальные люди». Мысль о том, что я принесу эти имена в храм, вызывала во мне все больше и больше волнения. Конец цитаты. А Эндрю комментировал так, цитата, «Я заинтересовался семейной историей с любовью и энергией, о наличии которых в себе я даже не подозревал. Подготовляясь каждую неделю к проведению урока, я ощущал побуждение Святого Духа пробовать некоторые из методов, которым готовился обучать. Прежде семейная история была пугающей темой, но с поддержкой Духа я смог выполнять свое призвание и помогать многому людям в нашем приходе. Мои дорогие юные братья и сестры, семейная история не просто интересная программа или деятельность спонсируемой церковью. Скорее, это жизненно важная часть работы по спасению и возвышению. Вы были подготовлены к этому времени и к участию в созидании Царства Божьего. Теперь вы здесь, на этой земле, чтобы помочь другим в этой прекрасной работе. Я свидетельствую, что Илия возвратился на землю и восстановил священную власть запечатывания. Я свидетельствую, что то, что связано на земле, может быть связано и на небе. И я знаю, что молодежь подрастающего поколения сыграет ключевую роль в этом великом устремлении. Я свидетельствую об этом. Восвященное имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сматываясь в глаза ребенка, мы видим сына или дочь Бога, которые были вместе с нами при земной жизни. Высшей привилегией мужа и жены является их способность участвовать в создании тел для духовных детей Бога. Мы верим в семьи и мы верим в детей. Когда мужа и жены рождается ребенок, они выполняют часть плана нашего Небесного Отца по приведению детей на эту землю. Господь сказал, «Ибо вот, это есть работа моя и слава моя осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Наступлению бессмертия должно предшествовать смертное состояние. Семья предначертано Богом. Семьи — это главная составляющая плана нашего Небесного Отца здесь, на земле и в вечности. В Священных Писаниях говорится, что после соединения Адама и Евы узами брака благословил их Бог и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». В наши дни пророки-апостолы провозгласили первая заповедь Бога Адаму и Еве как мужу и жене относилась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что заповедь, данная Богом своим детям «Размножайтесь и наполняйте землю» остается в силе. Данная заповедь не была забыта или упразднена в Церкви Иисуса Хоиста святых последних дней. Мы выражаем глубокую благодарность за огромную веру, проявленную мужьями и женами, особенно нашими женами, в желании иметь детей. Вопросы, связанные с количеством детей и сроками их рождения, должны решаться мужем и женой вместе с Господом. Такие решения священны. Им должны сопутствовать искренняя молитва и усилия. Несколько лет назад стоящий на Джеймс Мэйсон, член Кворума 70, рассказал мне следующую историю. Рождение нашего шестого ребенка было незабываемо. Любуясь на новорожденную, прекрасную дочку в родильной, буквально через несколько секунд после ее рождения, я четко услышал голос провозгласившей «Будет еще один ребенок!» И это будет мальчик. Поступая крайне неблагоразумно, я помчался к кровати моей абсолютно изможденной жены и сообщил ей эту замечательную новость. Я подобрал для этого не самый подходящий момент. Год за годом Мэйсоны ждали зачатия своего седьмого ребенка. Прошло 3, 4, 5, 6, 7 лет. И, наконец, через 8 лет родился их седьмой ребенок. Маленький мальчик. И вот они здесь, 37 лет спустя. В апреле прошлого года президент Томас Монсон провозгласил, «Если раньше нравственные нормы церкви и общества в целом совпадали, то теперь их разделяет глубокая пропасть, которая становится все шили и шили». Спаситель человечества говорил о себе, что он в мире, но не от мира. Мы тоже можем быть в мире, но не от мира, если будем отвергать ложные понятия и ложные учения и хранить верность тому, что заповедовал Бог. Многочисленные голоса в сегодняшнем мире рассматривают вопрос рождения детей в семье как что-то второстепенное и предлагают либо отложить их рождение, либо ограничить их количество. Мои дочи недавно обратили мое внимание на один блог, который ведет мать-христианка, не нашего распоедания, имеющая пятерых детей. Она говорит, подрастая в нашей культуре, очень трудно обрести отношение к материнству, основанное на учении Библии. Дети котируются намного ниже, чем получение образования, они точно котируются ниже, чем возможность путешествовать по всему миру, ниже, чем возможность хорошо проводить досуг в вечерние часы, ниже, чем возможность совершенствовать свое тело в финаженном зале, ниже, чем возможность получения работы или надежды на ее обретение. Затем она добавляет, материнство не хобби, это призвание. Вы не собираете коллекцию детей, потому что они краше, чем коллекционные марки. Это не что-то, что можно втиснуть по возможности в свое расписание. Именно ради них Бог дал вам время жизни. Растить детей – нелегкая задача. В некоторые дни приходится особенно сложно. Молодая мама с семью детьми села в автобус. Водитель спросил, «Это все ваши? Или вы на пикник отправились?» «Все мои», ответила она, «И это совсем не пикник». На вопрос мира, «Это все ваши?» я хотел бы ответить словами благодарности всем вам за создание в церкви святилища для семьи, где мы можем почитать матерей с детьми и помогать им. Для праведного отца нет слов, которыми он мог бы выразить всю свою признательность и испытывать им любовь в отношении бесценного дара его жены вынашивать и взращивать детей. Состоященным Мэйсоном произошла еще одна история спустя несколько недель после его бракосочетания. Это помогло ему попрактиковаться в исполнении семейных обязанностей. Он сказал, «Мы с Мэри оправдывали себя в том, что для того, чтобы я смог получить медицинское образование, ей необходимо было продолжать работать. Хотя они этого и не хотели, но дети должны были появиться на свет позднее». Просматривая церковный журнал в Доме Родителей, я заметил статью стоящины Спенсера Кимббла, в то время члена Кворума 12, который акцентировал внимание на обязанность, связанное с браком. Согласно стоящему Кимбблу, одна из священных обязанностей — это заповедь о размножении и наполнении земли. Дом моих родителей был недалеко от здания церковной администрации, поэтому я сразу же отправился именно туда и спустя 30 минут после прочтения статьи сидел напротив стоящины Спенсера Кимббла. В наши дни такое вряд ли получилось бы. Я объяснил, что планирую стать доктором, и для нас не существовало каких-либо других вариантов, как отложить рождение детей. Стоящина Кимббл терпеливо выслушал и затем ответил мягким голосом «Брат Мэйсон, хочет ли Господь, чтобы вы нарушили одну из его важных заповедей для того, чтобы вы могли стать доктором? С помощью Господа вы сможете привести в этот мир детей, а также стать доктором. Где ваша вера? Стоящина Мэйсон продолжил «Наш первый ребенок родился меньше, чем год спустя. Мы с Мэри упорно трудились, и Господь открыл отверстие небесное. Мэйсоны были благословены еще двумя детьми, прежде чем он закончил медицинский институт четыре года спустя. По всему миру царит экономическая неустойчивость и финансовая неопределенность. на последней генеральной конференции президент Томас Монсон сказал, «Если вы беспокоитесь о материальном обеспечении жены и семьи, то, увеляю вас, нет ничего постыдного в том, что супружеской паре придется экономить. Обычно именно в это непростое время пара становится сплоченной, учась жертвовать и принимать трудные решения». Пронзительный вопрос Таишина Кимбала, «Где ваша вера?» вдохновляет нас обратиться к Священным Писаниям. Адам и Ева выносили своего первого ребенка отнюдь не в саду Эдемском. Покинув сад, Адам и Ева начали возделывать землю. Адам познал жену свою, и она родила сыновей дочией. И действуя с верой, они начали размножаться и наполнять землю. Это не было в одном из домов в Иерусалиме, где, имея золото, серебро и драгоценные вещи, Леги и Сария родили своих сыновей Иакова и Иосифа. Это было в пустыне. Леги говорил о своем сыне Иакове, «Мой перворожденный во дни моих страданий в пустыне». Леги так сказал об Иосифе, «Ты родился в пустыне среди моих страданий, да, во дни моего величайшего горя твоя мать вынашивала тебя». В книге Исход мужчина и женщина поженились, и действия в согласии с верой родили мальчика. Над порогом их дома не были развешаны поздравления в связи с рождением сына. Им пришлось спрятать ребенка, поскольку фараон приказал, чтобы каждого новорожденного израильтянина мужского пола бросали в реку. Вам хорошо известен конец этой истории. Ребенка с любовью положили в небольшую корзину из камышей и спрятали улики. За ним присматривала его сестра. В дальнейшем его обнаружила дочь фараона, и его мать стала его кормилицей. мальчика отдали дочери фараона, которая приняла его как своего сына и назвала его Моисеем. В самой трогательной истории рождения младенца не было украшенной детской комнатой или колыбели в дизайнерском исполнении, а всего лишь только ясли для спасителя мира. В лучшие времена и в худшие времена истинные святые Бога, действуя с верой, никогда не забывали, не отклоняли и не пренебрегали с заповедью Бога размножаться и наполнять землю. Мы идем вперед с верой, помня, что лишение количества детей и сроки их появления на свет являются прерогативой мужа, жены и Господа. Члены церкви не должны судить друг друга по этому вопросу. Способность иметь детей это трепетная тема, и она связана с сильными переживаниями для праведных женщин, у которых нет возможности выйти замуж и иметь детей. Благородные женщины, наш Небесный Отец знает ваши молитвы и желания. Мы так благодарны за ваше удивительное влияние и ваши протянутые руки помощи в отношении детей, нуждающихся в вашей вере и духовной силы. Способность иметь детей может стать тяжелейшим испытанием для праведных пар, которые после создания семьи обнаруживают, что они не способны иметь детей, которых они так хотели, а также для тех мужей и жен, которые планировали создание большой семьи, однако были благословлены меньшим количеством детей. Мы не всегда можем объяснить причину определенных трудностей в нашей смертной жизни. Иногда жизнь кажется очень несправедливой, особенно когда нашим величайшим желанием является соблюдение заповедей Господа. Как служитель Господа, я заверяю вас в истинности данного обещания. Верные прихожане, которые в силу определенных причин не смогли получить благословение брака на вечность и статус родителей в этой жизни получат все обещанные благословения в вечностях, если сохранят заветы, заключенные с Богом. Президент Скотт Дориус, президент западной миссии в Лиме, Перу, поведал мне одну историю. Он сказал, мы с Бекки были женаты в течение 25 лет и не имели возможности иметь детей или усыновить или дочери детей. Мы много раз переезжали. Мы всегда чувствовали себя неловко и болезненно, когда нам приходилось представлять другим людям. Прихожане всегда задавались вопросом, почему у нас нет детей, а они не были единственными, кто задавал нам этот вопрос. Когда меня призвали в качестве епископа, прихожане выразили обеспокоенность, что у меня не было опыта работы с детьми и подростками, я поблагодарил их за голоса поддержки и попросил их позволить мне попрактиковаться в воспитании детей на примере их детей. Они с любовью выразили свое согласие. Мы ждали, обрели перспективу и научились терпению. После 25 лет брака в нашей жизни произошло чудо. Мы удочерили двухлетнюю Николь, а затем новорожденного Николая. Те, кто из нас не знают, говорят наш адрес комплименты относительно наших прекрасных внуков. Мы смеемся и говорим, они наши дети. Мы прожили нашу жизнь в обратном порядке, братья и сестры. Мы не должны судить друг друга в этой священной и личной ответственности. Иисус, взяв дитя, обнял его, сказал, «И кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, принимает пославшего меня». Какое это замечательное благословение для нас принимать сыновей и дочерей Бога в нашем доме. давайте смиренно и с молитвой понимать и принимать заповеди Бога, благоговейно прислушиваясь к голосу Его Святого Духа. Семья занимает центральное место в плане Небесного Отца. Я свидетельство о великом благословении иметь детей и о счастье, которое они нам принесут в этой жизни и в вечностях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Восьмая глава книги «Проповедовать Евангелие» сосредоточивает наше внимание на мудром использовании времени. В первых абзацах старейшина Рассел Баррот напоминает, что мы должны ставить цели и учиться тем навыкам, которые помогут нам достичь их. Овладение в совершенстве теми навыками, которые позволяют нам достичь наших целей и включают в совершенствование наших навыков управлять своим временем. Я благодарен за пример президента Монсона. Чтобы он не делал пророк Бога как пророк Бога, он подобен Спасителю, подобно Спасителю заботиться о том, чтобы у него оставалось достаточно времени для посещения больных, ободрения нищих духом и для служения всем. Я также благодарен за пример многих других людей, которые служили всем. Я также благодарен за пример всех остальных людей, служивших своим ближним. Я свидетельствую о том, что когда мы отдаем свое время на служение окружающим, это угодно Богу и приближает нас к Нему. Наш Спаситель сдержит свое слово, ибо тот, кто верен и мудр во времени, считается достойным унаследовать обители, уготованные ему Отцом Моим. Время не продается, хотя, конечно, можно попытаться его купить, но время — это товар, который невозможно купить ни в одном магазине и ни за какую цену, и если мудро его использовать, оно приобретает неизмеримую ценность. В любом из отпущенных нам дней мы все совершенно бесплатно получаем в наше распоряжение одинаковое количество минут и часов, и скоро узнаем, как поется в знакомом нам гимне, что на крыльях молнии время стремительно летит, путь лишь вперед ему открыт, нет ему пути назад. Мы должны с мудростью использовать отведенное нам время. Президент Брегом Янг сказал, цитата, «Мы все в долгу Бога за способность использовать время на благо свое, и он потребует от нас строгого отчета в том, как мы распорядились этой способностью». Конец цитаты. Учитывая предъявленные к нам требования, мы должны научиться расставлять приоритеты в соответствии с нашими целями, иначе рискуем оказаться под воздействием ветров промедления, которые будут носить нас от одного бесполезного занятия к другому. Наш величайший учитель ясно учил нас тому, как важно расставлять приоритеты, когда просгласил во время своей Нагорной проповеди, «Не ищите того, что от мира сего, ищите же прежде Царство Божье и правды Его». Алма говорил о приоритетах, когда учил, что эта жизнь есть испытательный период времени для приготовления к встрече с Богом. Возможно, мы не нуждаемся в некотором руководстве о том, как лучше всего использовать богатые наследие времени для того, чтобы подготовиться к встрече с Богом. Но, безусловно, на первое место в списке наших приоритетов мы должны поставить Господь и наши семьи. Президент Угдорф напоминал нам, что, когда речь идет о семейных отношениях, слово «любовь» на самом деле пишется так «В-Р-Е-М-Я-Время». Я свидетельствую о том, что, когда мы искренне и с молитвой ищем помощи, наш Небесный Отец направит наше внимание на то, что заслуживает нашего времени больше всего остального. Неразумно использование времени сродни безделью. Следуя по велению перестать быть праздными, мы должны убедиться, что степени нашей занятости соответствуют также уровень продуктивности. Например, замечательно иметь средства мгновенной коммуникации буквально на кончиках наших пальцев. Но главное, чтобы такой вид общения не превращался в зависимость и пристрастие. Я вижу, что некоторые из нас попались в ловушку новой, отнимающей время зависимости, той, что порабощает нас и доставляет постоянно проводить и посылать сообщения в социальных сетях, создавая таким образом ложные ощущения занятости и продуктивности. Легкий доступ к информации и общению несет в себе много хорошего. Я нахожу весьма полезным для себя иметь легкий доступ к результатам исследований, выступлениям на конференциях, записям родословных, письмам по электронной почте, напоминаниям с Фейсбука, твитом и СМС-ком. Сколь непрекрасны все эти занятия, тем не менее, мы не можем позволить им отодвинуть на второй план самое важное в нашей жизни. Как же это было бы печально, если бы телефон и компьютер со всей их изощренностью заглушили простоту искренней молитвы любящему Отцу на небесах. Давайте будем настолько же с коры преклонить колени в молитве, насколько мы быстры в наборе текстовых сообщений. Компьютерные игры и виртуальные знакомства не могут заменить настоящих друзей, которые могут ободряюще поднять нас, молиться за нас и желать нам лучшего. Как же я благодарен за возможность видеть членов кворума, класса и сестер общества милосердия, спешащих поддержать друг друга. В таких случаях я лучше понимаю, что подразумевал апостол Павел, говоря, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Я знаю, что наше самое большое счастье приходит, когда наша жизнь находится в гармонии с Господом и с тем, что приносит долговременную награду, а не бесконечные часы обновления своего статуса, ведения фермерского хозяйства в интернете и по льбу с сердитыми птичками по бетонным стенам. Я увещеваю каждого из вас взять вверх над теми занятиями, которые крадут наше драгоценное время, вместо того, чтобы позволить им превращаться в пристрастие, контролировать нас и нашу жизнь. Чтобы удостоиться мира, о котором говорил Спаситель, мы должны посвящать наше время тому, что имеет наибольшую ценность, тому, что исходит от Бога. Когда мы общаемся с Богом, в искренней молитве читаем и изучаем Священное Писание каждый день, размышляем о том, что мы узнали и почувствовали, и затем принимаем эти занятия знания в своей жизни, мы приближаемся к Нему. Обещание Бога состоит в том, что если мы стремительно учимся по самым лучшим книгам, Он даст нам знания даром Святого Духа. Сатана будет искушать нас, неразумно использовать наше время, всячески отвлекаясь на что-либо. Старейшин Квинтин кукучил нас, что хотя и придут искушения, святые, прислушивающиеся к посланию Спасителей, не собьются с пути из-за рассеивающих внимания пагубных стремлений. Конец цитаты. Харем Пейдж, один из восьми свидетелей книги Мормона, прибадал нам ценный урок о том, как поступать с тем, что отвлекает нас. У него был некий камень, посредством которого он записывал то, что, как он думал, было откровение для всей церкви. Записи рассказывают нам о том, что после того, как брат Харем получил соответствующее наставление относительно этого камня, камень был стерт в порошок, чтобы уже никогда не служить источником искушения. Я приглашаю вас исследовать свою жизнь и выявить те занятия, которые заставляют вас тратить свое время впустую и которые, образно выражаясь, вынуждаются в том, чтобы их стерли в порошок. Мы должны быть мудрыми в своем служении, чтобы гарантировать, что весы времени правильно уравновешены и включают в нашу жизнь Господа, семью, работу и полезные развлечения для отдыха. как многие из вас уже открыли для себя, наше счастье в жизни растет, когда мы используем свое время для того, чтобы стремиться к тому, что добродетельно, прекрасно, достойно уважения или похвалы. Время стремительно несется вперед, следуя секундной стрелке. Сегодня хороший день для того, чтобы под тиканье часов, отмеряющих время нашей земной жизни, проверить, что мы в действительности делаем для подготовки к встрече с Богом. Я свидетельствую, что тех, кто использует время своей земной жизни для подготовки к бессмертию и жизни вечной, ожидают величайшие награды во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас хор первоначального общества и собравшиеся вместе исполнят гимн «Славьте пророка». По окончании пения перед нами выступят старейшины Карл Кук и Легранд Куртис младший, члены корома 70. После их выступления мы услышим выступление Тодда Кристоферсона, члена Кворома 12 апостолов. Это 181-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Тодда Кристоферсона, Харьков и Тоддак Тодда Кристоферсну, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 великую веру и преисполнен оптимизма, мудрости и любви к людям. Его отношения можно охарактеризовать как «могу сделать и сделаю». Он доверяет Господу и полагается на Него для обретения силы. И Господь благословляет его. Опыт научил меня, что если мы проявляем нашу веру и обращаемся к Богу за помощью, то, как и президент Монсон, мы не будем подавлены трудностями жизни. Мы не будем чувствовать себя неспособными выполнить то, к чему призваны или что должны сделать. Мы будем укреплены, а жизнь наша наполнится миром и радостью. И мы придем к пониманию того, что большинство волнующих нас вопросов не имеет важного значения. Но мы должны иметь веру, чтобы смотреть вверх, и храбрость, чтобы следовать его руководству. Почему же так трудно в нашей жизни продолжать смотреть вверх? Возможно, мы испытываем недостаток веры в то, что такое простое действие может решить наши проблемы. Например, когда дети Израиля были укушены ядовитыми змеями, Моисею было заповедано поднять медного змея на столбе. Медный змей символизировал Христа, и те, кто поднимали глаза, чтобы посмотреть на змея, как увещевал их пророк, были исцелены. Но многие другие отказывались посмотреть вверх и погибли. Алма был согласен, что причина, по которой израильтяне не смотрели на змея, заключалась в их неверии в то, что выполнение этого действия исцелит их. Слова Алмы уместны для нас и сегодня. «О, братья мои, если бы вы могли исцелиться, подняв лишь ваши глаза, неужели бы вы не взглянули бы немедля? Или скорее предпочли бы с ожесточенным сердцем остаться в неверии и лениться? Если поступите так, горе постигнет вас. Но если хотите поступить иначе, тогда поднимите ваши глаза и начните верить в Сына Божия. Верьте, что Он придет искупить свой народ, и что Он пострадает и умрет, чтобы искупить наши грехи, и что Он снова воскреснет из мертвых». Призыв президента Монсона смотреть вверх — это метафора о том, что мы должны помнить Христа. «Помни Его и доверяя Его силе, мы укрепляемся через Его искупление». Это те средства, благодаря которым мы можем быть освобождены от наших неприятностей, трудностей и страданий. Это те средства, благодаря которым мы можем быть прощены и исцелены от боли наших грехов. Это те средства, благодаря которым мы можем получить веру и силу, чтобы перенести все. Недавно мы с сестрой Кук посетили женскую конференцию в Южной Африке. После того, как мы услышали некоторые вдохновляющие послания о применении искупления в нашей жизни, президент Общества Милосердия Кола пригласил всех выйти на воздух. И каждый из нас получил по воздушному шарику, наполненному гелием. Она объяснила, что наш воздушный шар представляет бремя, испытания или трудности, которые сдерживают нас в жизни. И на счет три — мы отпустили наши воздушные шары или наши бремена. И когда мы подняли голову, чтобы посмотреть, как наши бремена уплывают, послышался общий вздох радости. А! Улетающие воздушные шары стали замечательным напоминанием о неописуемой радости, которая приходит от взгляда вверх и размышления о Христе. В отличие от выпуска гелиевого воздушного шарика, духовный взгляд вверх — это не одномоментное событие. Мы знаем из причастной молитвы, что должны всегда помнить Его и соблюдать заповеди, дабы Дух Его мог пребывать с нами каждый день и направлять нас. Когда дети Израиля блуждали по пустыне, Господь направлял их каждый день, когда они смотрели на Него, ища руководство. В книге «Исход» мы читаем, «Господь же шел перед ними. Днем в столпе облачном показываем путь, а ночью в столпе огненном светяем. Его руководство было постоянным. И я приношу вам мое смиренное свидетельство, что Господь может сделать то же самое и для нас». Так как же Он будет вести нас сегодня? Через пророков, апостолов и руководителей священства. И через чувства, которые приходят к нам после того, как мы излили в молитве наши сердца и души Небесному Отцу. Он ведет нас, когда мы оставляем мирские заботы, каемся и изменяемся. Он ведет нас, когда мы соблюдаем Его заповеди и стараемся быть похожими на Него. И Он ведет нас через Святого Духа. Для того, чтобы быть направляемыми на жизненном пути и иметь постоянным напарником Святого Духа, наши уши, слышащие и глаз видящие, должны быть направлены вверх. Мы должны действовать в соответствии с получаемыми указаниями. Мы должны смотреть вверх, шагать вперед. И поступая так, и зная, мы ободримся, поскольку Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Мы все дети Небесного Отца. Он хочет быть частью нашей жизни, благословлять нас и помогать нам. Он излечит наши раны, сушит наши слезы и поможет нам на пути возвращения в Его присутствие. Если мы взираем на Него, Он будет вести нас. Господь, Ты мой свет, бесстрашен Дух мой, и ночью и днем Ты рядом со мной. Господь, мой свет на пути, ведет за собой и радостно с Ним идти. Я приношу свидетельство о том, что если мы смотрим на Христа, наши грехи будут прощены, а времена облегчены. Будем помнить Его и не поникнем головой, потому что президент Монсон сказал, лучше смотреть вверх. Я свидетельство, что Иисус есть наш Спаситель и Искупитель. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть разные наименования, относящиеся к Господу Иисусу Христа. Они дают понимание разных аспектов Искупительной миссии Господа. Например, название Спаситель. Все ощущают, что значит быть спасенным. Ведь каждый когда-то был от чего-то спасен. В детстве мы с сестрой, увлеченной игрой в маленькой лодке, допустили неосторожность, и течение реки понесло нас к неизвестным опасностям. Отец выбежал на наши крики о помощи, спасая нас. Размышляя о спасении, я думаю об этом событии. Слово Искупитель дает подобное понимание. Искупить значит купить или выкупить. В юридическом отношении собственность выкуплена, если за нее выплачены закладные или другие залоговые обязательства. Во времена Ветхого Завета закон Моисеев предусматривал различные способы выкупа слуга имущества посредством уплаты денег. В Библии слово «искупить» относится к избавлению детей Израиля от неволи в Египте. После избавления Моисей сказал им, «Но потому что любит вас Господь, вывел вас Господь рукою крепкою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Тема Еговы, искупающего народ Израиля из неволи, повторяется в священных писаниях много раз. Часто это делается как напоминание о милости Господа, освободившего детей Израиля от египтян. Но также это сделано для того, чтобы научить их, что для Израиля будет и более важное искупление. Легий учил, «И Мессия придет в полноту времени, чтобы искупить от падения детей человеческих». Псалмопевец писал, «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней». Господь провозгласил через Исаию, «Изглажу беззаконие Твои, как туман, и грехи Твои, как облако. Обратись ко Мне, ибо Я искупил Тебя». Искупление, упомянутое в этих стихах из священных писаний, конечно же, искупление Иисуса Христа, это многое искупление, предоставленное нашим любящим Богом. В отличие от выкупов по закону Моисееву или современных юридических действий, это искупление достигнуто нетленным серебром или золотом. В Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Президент Джон Тейлор учил, что жертвой искупителя долг оплачен, искупление совершено, завет исполнен, правосудие удовлетворено, воля Бога выполнена, и вся сила теперь передана в руки Сына Божьего. Результаты в это искупление включают преодоление физической смерти для всех детей Бога. Временная смерть преодолена, и все воскреснут. Другой аспект искупления, совершенного Христом, это победа над духовной смертью, Своим страданием и смертью Христос заплатил за грехи всего человечества при условии личного покаяния. Так, если мы каемся, то можем получить прощение грехов. Это цена, заплаченная искупителем. Это благая весть для всех нас, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Сильно отклонившиеся с пути праведности очень нуждаются в этом искуплении, и если они полностью раскаиваются, то могут на него претендовать. Но и те, кто упорно старался жить добродетельно, также нуждаются в искуплении, ведь никто не может прийти к Отцу без помощи Христа. Так искупление, совершенное с любовью, удовлетворяет законы правосудия и милосердия в жизни всех, кто кается и следует за Христом. И справедливость и любовь в гармонии святой нам дарят искупление, план великий и простой. Президент Бойт Пекер учил, «Но есть искупитель, есть посредник, который и хочет, и может удовлетворить требования справедливости и оказать милость тем, кто кается». Священные писания, литература и жизненный опыт полны историй искупления. Через Христа люди могут изменить и меняют свою жизнь и обретают искупление. Я люблю эти истории искупления. У меня есть друг, который в юности не следовал учению церкви. Когда он был молодым взрослым, он понял, что потерял, не живя по Евангелию. Он раскаялся, изменил жизнь и посвятил себя праведности. Спустя много лет я встретил его в храме. Свет Евангелия сиял в его глазах, и я ощущал, что он был праведным членом церкви, стремящимся полностью жить по Евангелию. Это его история искупления. Я как-то собеседовал перед крещением с женщиной, совершившей тяжкий грех. В ходе собеседования спросил, поняла ли она, что не может повторить этот грех. С глубоким чувством во взгляде и голосе она сказала, «О, президент, я никогда не смогу снова совершить этот грех. Я хочу креститься именно для того, чтобы очиститься от последствий этого ужасного греха». Это ее история искупления. Посещая в последние годы конференции Кольев и другие собрания, я делился призывом президента Монсона спасти менее активных членов церкви. На одной конференции я рассказал историю менее активного члена церкви, вернувшегося к активной церковной жизни после того, как епископ и другие представители посетили его дома. Сказали, что нуждаются в нем и дали ему призвание в приходе. Этот человек не только принял призвание, но изменил свою жизнь и привычки и стал полностью активным в церкви. Мой друг был на собрании, где я рассказал эту историю. Слушая ее, он с трудом сдерживал чувства. На другой день он написал мне, что его эмоции были вызваны тем, что его история возвращения его тестя к активности в церкви была очень похожа на то, что я рассказал. Он сказал, что в результате визиты епископа и приглашения служить в церкви его тесть переоценил свою жизнь и свое свидетельство, многое изменил в жизни и принял призвание. Теперь у него 88 потомков, и все они активные члены церкви. Спустя несколько дней я рассказал на собрании обе истории. На следующий день я получил другое электронное письмо со словами «Это история и моего отца». В том письме от президента Колла говорилось, как его отца пригласили служить в церкви, даже при том, что он не был активен и имел нежелательные привычки. Он принял приглашение, покаялся, служил потом президентом Коллы и президентом миссии и заложил основания, чтобы его потомки были преданными членами церкви. Несколько недель спустя я рассказал все три истории на другой конференции Колла. После собрания ко мне подошел человек и сказал, что это не было историей его отца. Это была его история. Он рассказал о событиях, которые привели его к покаянию и возвращению к полноценной жизни в церкви. Так оно и продолжалось. Призывая спасти менее активных, я слышал историю за историей от людей, ответивших на призыв возвращаться и изменить свою жизнь. Я слушал историю за историей об искуплении. Хотя мы никогда не сможем возместить искупителю того, что он заплатил за нас, план искупления призывает нас направить все свои силы на полное покаяние и исполнение воли Бога. Апостол Орсен Уитни написал, «Спаситель и искупитель моей души, исцеливший меня сильной рукой, чья чудесная сила подняла меня и сделала сладкой мою горькую чашу». Нет слов, чтобы выразить мою благодарность, о милосердный Бог Израиля. «Никогда не смогу я возместить долг Тебе, Господь, но я могу любить Тебя. Твое чистое Слово, не одно ли восхищение мое, моя радость днем и мои грезы ночью? Так дайте мне провозглашать это, и вся моя жизнь будет отражением Твоей воли». Я свидетельствую о силе искупления Христа. Когда мы каемся и приходим к Нему, мы можем получить все благословения вечной жизни. О том, чтобы мы смогли сделать это, обретя личную историю искупления. Моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. В книге Мормона рассказывается о человеке по имени Нихор. Легко понять, почему Мормон, сокращая летописи нефийцев за тысячу лет, посчитал важным сообщить кое-что об этом человеке и неприходящем влиянии его учения. Мормон стремился предупредить нас, зная, что эта философия снова станет популярной в наши дни. Нихор появился на сцене действия приблизительно за 90 лет до рождения Христа. Он учил, что все человечество будет спасено в последние дни, ибо Господь сотворил всех людей, а также искупил всех людей. И в конце всего все человечество наследует жизнь вечную. Примерно 15 лет спустя, к нефийцам пришел Калихор и начал проповедовать и развивать учения Нихора. В книге Мормона записано, что он был антихрист, так как начал проповедовать в народе против предсказаний о пришествии Христа. В своих проповедях Калихор говорил о том, что не может быть никакого искупления за грехи людей, что каждый человек в этой жизни получает согласно своему поведению, а потому каждый человек преуспевает, по мере его способностей, и что каждый человек побеждает своей силой, и все, что не делал бы человек, не является преступлением. Эти лже-пророки, и их последовали, не вели в покаяние в своих грехах. Как и времена Нихора и Калихора, мы живем в Ни перед самым пришествием Иисуса Христа, в нашем случае в пору подготовки к Его второму пришествию. Как это было и тогда, послания о покаянии зачастую не приветствуются. Некоторые заявляют, что если Бог и существует, то Он от нас не так уж много требует. Другие люди сегодня утверждают, что любящий Бог прощает все грехи на основании простого признания в них, а если в итоге предусмотрено какое-либо наказание за грех, то Бог побьет нас немного, а под конец мы спасемся в Царстве Божьем. Другие, следуя за Калихором, отрицают само существование Христа и греха как такового. Их учение состоит в том, что ценности нравственной нормы, даже истина, понятия относительные. А значит, то, что человек считает уместным для самого себя, окружающие не могут расценивать как нечто неправильное или греховное. На первый взгляд, такое мировоззрение кажется привлекательным, поскольку оно дает право потворствовать любой склонности или желанию, не заботясь о последствиях. Придерживаясь учения нехорок или хора, можно логически обосновать и оправдать все, что угодно. Когда пророки приходят возглашать покаяние, они лишь портят людям праздничное настроение. На самом деле, пророческий призыв следует принимать с радостью. Без покаяния нет реального прогресса или улучшения в жизни. Притворная убежденность в том, что греха нет, не облегчает его бремя и боль. Страдание за грех само по себе не несет перемен к лучшему. Только покаяние выводит нас на залитое солнцем высокоголе лучшей жизни. И, разумеется, только посредством покаяния мы обретаем доступ к искупительной милости Иисуса Христа и спасению. Покаяние – это божественный дар, и мы должны говорить о нем с улыбкой на лице. Смотрите, я улыбаюсь. Оно направляет нас к свободе, уверенности и покою. Вместо того, чтобы портить праздничное настроение, дар покаяния служит поводом для настоящего торжества. Нам дана возможность покаяния только благодаря искуплению Иисуса Христа. Именно Его бесконечная жертва дает людям средство иметь веру для покаяния. Покаяние служит необходимым условием, а милосердие Христа – силой, посредством которого милосердие может удовлетворить требования правосудия. Вот о чем мы свидетельствуем. Мы знаем, что оправдание или отпущение грехов через благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа праведна и истина. И мы также знаем, что освящение через благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа праведна и истина для всех тех, кто любит Бога и служит Ему всей своей мощью, разумом и силой. Покаяние – это обширная тема, но сегодня я хотел бы упомянуть всего пять аспектов этого фундаментального евангельского принципа, которые, надеюсь, вам пригодятся. Во-первых, призыв к покаянию служит выражением любви. Когда Спаситель начал проповедовать и говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», это стало посланием любви, приглашением для всех желающих присоединиться к Нему и пользоваться словами жизни вечной в этом мире и жизни вечной в грядущем мире. Если мы не призываем окружающих что-то изменить или если мы не требуем покаяния от самих себя, то терпим крах в исполнении фундаментальной обязанности, которая возложена на нас друг за друга и за самих себя. Родители, которые разрешают все, снисходительный друг, робкие церковные руководители, в действительности больше думают о самих себе, чем о благополучии и счастье тех, кому они могли бы помочь. Да, призыв к покаянию временами принимают за нетерпимость или намение обидеть и могут даже оскорбиться им, но ведомый духом он на самом деле проявление подлинной заботы. Во-вторых, покаяние означает стремление к переменам. Ожидать, что Спаситель просто превратит нас в ангел подобных существ, значило бы только посмеяться над его страданием ради нас в Гефсиманском саду и на кресте. Напротив, мы ищем его благодати, чтобы он дополнил наши самые усердные старания и возградил нас за них. Пожалуй, в той же мере, в какой мы молимся о милости, мы должны молиться и о времени и возможности трудиться и стремиться вперед и преодолеть все. Конечно, Господь улыбается тому, кто желает предстать на суде с достоинством, кто решительно трудится день за днем, стараясь превратить слабое в сильное. Настоящее покаяние, настоящая перемена может требовать многократных попыток, но в таком стремлении есть что-то очищающее и святое. Божественное прощение и исцеление самым естественным образом приходит к такой душе, ибо поистине добродетель любит добродетель, свет придерживается света, и милость имеет сострадание к милости и требует своего. Благодаря покаянию мы можем постоянно возрастать способности жить по целестиальному закону, ибо признаем, что тот, кто не может соблюдать закон целестиального царства, не может выдержать целестиальной славы. Третьих, покаяние означает не только о томлении греха, но и принятие обязательства быть послушным. В англоязычном библейском словаре сказано, в конечном итоге покаяние означает обращение сердца и воли к Богу, а также отказ от греха, к которому мы склонны по своей сущности. Один из нескольких примеров этого учения из книги Мормона можно найти в славах халмы, обращенных к одному из его сыновей. А потому я велю тебе, сын мой, страхом Божиим воздерживаться от твоих злодеяний. Обратись к Господу со всем разумом твоим, силой и мощью. Для того, чтобы наше обращение к Господу было полным, оно должно включать не что иное, как обещание быть послушным ее. Мы часто говорим об этом завете, как о завете к ищении, поскольку о нем свидетельствует водное крещение. Личное крещение Спасителей, когда он показал пример, которому мы должны следовать, утвердило его завет послушания Отцу. Но, несмотря на свою святость, он показывает детям человеческим, что воплоти он преклоняется пред Отцом и свидетельствует Отцу, что он повинуется Ему и исполняет заповеди Его. Без этого завета покаяние остается неполным и отпущение грехов не достигнуто. Повторим памятное высказывание профессора Ноэля Рейнольдса. Выбирая покаяние, мы выбираем сжечь мосты во всех направлениях, твердо и шив, вечно следовать лишь одним путем, одной тропой, ведущей к вечной жизни. В-четвертых, покаяние требует серьезности намеяний и готовности не останавливаться, даже не смотря на боль. Некоторым может помочь составление списка конкретных шагов покаяния, но это может также привести к формальному отношению к делу на уровне сделано-не сделано бесподлинных чувств и изменений. Истинное покаяние не бывает поверхностным. Господь выдвигает два взаимосвязанных требования. Таким образом, вы сможете узнать, если человек кается в своих грехах, вот он исповедуется в них и оставит их. В исповеди о становлении грехов заключена огромная сила. Они требуют куда большего, чем брошенное на ходу. Признаю свою ошибку, извиняюсь. Это глубокое, надомучительное сознание совершенной ошибки обиды, несенной Богу и человеку. Нелетко исповедь сопровождает скорбь и сожаление и горькие слезы, особенно, когда чьи-либо действия причинили боль другому человеку или, хуже того, заставили его согрешить. Именно такое глубокое сострадание, такое видение положения вещей, как они есть, побуждает, подобно Алме, воскликнуть, «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, преисполненного горькой желчью и окованного вечными цепями смерти». Благодаря вере в милостивого Искупителя и его силу, возможное отчаяние превращается в надежду. Изменяется само сердце желание, а грех, который прежде казался привлекательным, становится все более отталкивающим. Твердое решение оставить грех и отказаться от него и устранить, насколько это возможно, нанесенный урок, теперь зреет в таком обновленном сердце. решимость сколь вырастет в завет послушания Богу. При поступлении в этот завет Святой Дух, Вестник Божественной Милости приносит облегчение и прощение. Человек снова испытывает побуждение воскликнуть вместе с Алмой, «О, какая радость, какой чудесный свет, вижу я! Да, душа моя наполнена такой же великой радостью, каким раньше было мучение мое». Всякая боль, испытанная при покаянии, всегда будет гораздо меньше, чем страдания, необходимые для удовлетворения правосудия при нераскаянном грехе. Спаситель мало говорил о том, что ему довелось принести, чтобы удовлетворить требования правосудия и скупить наши грехи, но вот, что он нам открыл, «Ибо вот, я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали покаянии, если покаются, но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал, кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью с каждой поры и страдать телом и духом. И хотел не испить колькую чашу». В апреле «В-пятых, какой бы ни была цена покаяния, ее прикрывает радость прощения». В выступлении на Генеральной конференции озаглавлено «Сиящее утро прощения» президент Бойкер Пекер привел в такое сравнение. В апреле 1847 года Брильгам Янг вывел первую группу пионеров из Winter Quarters. В то же самое время на 2500 километров западнее чудом уцелевшие остатки отряда Донора спускались по склонам гор Сьерра-Невады в долину Сакраменто. Они провели суровую зиму в снегах у самой вершины, где она застигла их. Почти не верится, что возможно пережить дни, недели и месяцы такого голода и неописуемых страданий. Среди них был 15-летний Джон Брин. Ночью 24 апреля он ступил на территорию раньше Джонсона. Спустя годы Джон писал, «Когда мы добрались до раньше Джонсона, была уже глубокая ночь, так что впервые я разглядел его только рано утром. Погода была прекрасная, земля была устлана зеленой травой, кронах деревьев распевали птицы, наше странствие было закончено. Я едва мог поверить, что я еще жив». Этот пейзаж, который я увидел в то утро, навек запечатлялся в моем сознании, большая часть печальных событий сгладилась из памяти, а вот лагерь Брис Ларанчо Джонсона сейчас стоит перед моими глазами. Сначала я был очень озадачен его высказыванием о том, что большая часть печальных событий сгладилась из памяти, как могли долгие месяцы невероятных сторонений и горе когда-либо покинуть его сознание, как эта жестокая мрачная земла могла быть вытеснана одним сияющим утром. Размышляя дальше, я понял, что в этом нет ничего удивительного. Я наблюдал, как нечто подобное происходило с моими знакомыми. Я видел тех, кто, пережив долгую зиму вины и духовного изнурения, вступали в утро прощения. И вот, что они узнали, когда наступало это утро. Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается. И я, Господь, их больше не вспоминаю. Я с благодарностью признаю и свидетельствую о том, что непостижимые страдания, смерть и воскресение нашего Господа утверждают условия покаяния. Божественный дар покаяния – ключ к счастью в этой жизни и после нее. Повторяя слова Спасителя, с глубоким смирением и любовью я призываю всех покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я знаю, что, приняв это приглашение, вы найдете радость отныне и навеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, братья. Спасибо, братья. Напоминаем, братьям, носителям священства, об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9.30 до 10.00 утра состоится общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы выражаем глубокую благодарность детям из первоначального общества за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня, а также всем выступавшим на этой сессии конференции. Старейшина Том Перри, член Кворума 12 апостолов, будет нашим заключительным выступающим на этой сессии. После его выступления детский хор первоначального общества исполнит гимны «Отец небесный любит меня» и «Я знаю, жив Отец». По окончании пения заключительную молитву произнесет старейшина Брэдли Фостер, член Кворума 70. Президент Бонсон, мы все рады с интересным новым 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 храмам. Особенно это было интересным для моих... Президент, когда в мире построен новый храм, Церковь проводит День открытых дверей. Это распространенная традиция в Соединенных Штатах Америки и Канаде. В течение нескольких недель перед посвящением нового храма мы распахиваем двери и приглашаем местных государственных и религиозных деятелей, местных членов церкви и людей, принадлежащих другим конфессиям, на экскурсию по новому храму. Это замечательное мероприятие помогает людям, незнакомым с нашей церковью, больше узнать о ней. Практически все посетители нового храма восхищаются его внешней красотой и внутренним убрамством. Они изумлены искусной работой и внимательным отношением к мельчайшим деталям храма. Кроме того, проходя по непосвященному храму, многие из наших посетителей испытывают особые чувства. Это обычная реакция посетителей Дней открытых дверей, но не самая распространенная. Большинство, больше всего посетителей поражают члены церкви, с которыми они встречаются во время Дней открытых дверей. Незабываемое впечатление на них производят хозяева мероприятия, святые последних дней. Повсюду в мире церковь попадает в центр внимания чаще, чем когда-либо прежде. Ежедневно во многих мероприятиях церкви пишут или говорят средства массовой информации. Многие популярные информационные агентства в США регулярно пишут о церкви и ее прихожанах. Эта тема обсуждается по всему земному шару. Церковь привлекает внимание и в интернете, который, как известно, кардинально изменил подход к информационному обмену. В любое время по всему миру люди, никогда не писавшие в газеты или журналы, обсуждают церковь и ее учения в интернете, в блогах и интернет-сообществах. Они снимают видеосюжеты и обмениваются ими в интернете. О церкви Иисуса Христа святых последних дней говорят обыкновенные люди, как принадлежащие к нашей вере, так и представители других конфессий. Изменениями в способах коммуникации частично объясняется то, почему нас, мормонов, стали замечать больше, чем прежде. Но и церковь растет и продвигается вперед. Все больше соседей и друзей принадлежат к церкви, а видные члены церкви есть в правительстве, бизнесе, в сфере развлечений и образования повсюду. Это заметили даже не принадлежащие к церкви люди, и они спрашивают, что происходит. Замечательно, что так много людей теперь знают о церкви и о святых последних дней. В то время, как церковь стали больше замечать, есть еще много людей, которые ее не понимают. Некоторые научили относиться к церкви с подозрением и оперировать негативными стереотипами по отношению к церкви, не ставя под сомнение их источники и правомерность. Есть и много неверной информации и путаницы в отношении церкви и ее взглядов. Так было и во времена Джозефа Смита. Джозеф Смит написал свою историю и для того, чтобы исправить общественное мнение и представить всем ищущим правды существенные факты. Да, всегда найдутся люди, искажающие правду и намеренно распространяющие ложь об учениях церкви. Но большинство людей, задающие вопросы о церкви, просто хотят ее понять. Эти, по-хорошему, любопытные люди, искренне интересуются нами. Благодаря росту известности и репутации церкви у нас появляется замечательная возможность. Мы можем помочь поправить общественное мнение и исправить ложную информацию, когда нас изображают в ложном свете. церкви. Но что важнее, мы можем рассказать о том, кто мы такие. Мы можем сделать, вы можете сделать многое, чтобы помочь людям понять церковь. Если мы делаем это с тем же духом и ведем себя так же, как проводим в храме день открытых дверей, нас будут лучше понимать друзья и соседей. Их подозрения рассеются, негативные стереотипы исчезнут, и они начнут понимать церковь такой, какая она есть. Позвольте предложить несколько идей о том, что может сделать каждый из нас. Во-первых, мы должны быть смелыми в своих заявлениях об Иисусе Христе. Мы хотим, чтобы люди знали о нашей вере, в то, что Он, средоточие всей истории человечества. Его жизнь и учение — это суть Библии и других книг священных писаний. Ветхий Завет подготовил почву для земного служения Христа. Оно описано в Новом Завете. Книга Мормона дает нам еще одно свидетельство о его земном служении. Он пришел на землю, чтобы возвещать свое Евангелие, фундамент для всего человечества, дабы все дети Божьи узнали о его учениях и следовали им. Кроме того, он отдал свою жизнь, став нашим спасителем и искупителем. Обрести спасение можно только через Иисуса Христа. Именно поэтому мы верим, что Он, средоточие всей истории человечества, наша вечная судьба Господа и Учителя. Мы также верим, что только через Христа можно обрести полное удовлетворение, надежду и счастье в этой жизни и в вечностях. Наше учение, содержащееся в книге Мормона, решительно заявляет, а потому вы должны стремиться вперед с непоколебимой верою во Христа, владея полной и светлой надеждой и любовью Бога и всего человечества. И если будете стремиться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и будете терпеть до конца то, как кричит Отец, вы унаследуете жизнь вечную. Мы заявляем о своей вере в Иисуса Христа и считаем Его нашим Спасителем. Он будет благословлять и вести нас во всех наших усилиях. По мере того, как мы трудимся в земной жизни, Он будет укреплять нас и принесет нам мир во время испытаний. Члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, ходите верой в Него, ибо это Его Церковь. Во-вторых, будьте праведным примером. После того, как мы заявили о своих верованиях, мы должны следовать совету, данному нам первом послании к Тимофею. Будь образцом для верных в слове, житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Спаситель учил о том, как важно служить примером нашей веры. Он изрек. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Наша жизнь должна быть примером благости и добродетеля по мере нашего стремления явить миру Его пример. Добрые дела каждого из нас принесут пользу репутации и Спасителя, и Его Церкви. По мере того, как вы делаете добро, будучи благородными и праведными, ваша жизнь будет отражать свет Христа. Затем говорите о Церкви. В повседневной жизни мы благословлены множеством возможностей делиться с людьми тем, во что мы верим. Когда знакомые и коллеги задают нам вопросы о религиозных верованиях, они просят нас рассказать им о том, кто мы такие и во что верим. Они могут не интересоваться Церквью, но им хочется лучше узнать нас. Мой совет — откликнитесь на их просьбу. Ваши коллеги не просят вас учить или проповедовать им, разъяснять и увещевать. Заведите с ними диалог, расскажите о своих верованиях, но спросите и об их верованиях. Оцените уровень их интереса по тому, какие они задают вопросы. Если они задают много вопросов, сосредоточьте беседу на ответах на их вопросы. Всегда помните, что лучше отвечать на их вопросы, чем просто рассказывать. Складывается впечатление, что некоторые хотят держать в тайне свое членство в Церкви. У них есть на то свои причины. Например, они могут считать, что не их дело рассказывать о своих верованиях. Возможно, они боятся сделать ошибку или не суметь ответить на заданный вопрос. Если у вас возникали такие мысли, мне хотелось бы посоветовать вам следующее. Вспомните слова Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Нам обещано, что если мы просто любим Бога и своих ближних, то преодолеем свой страх. Если мы недавно посещали сайт mormon.org, церковный сайт для тех, кто хочет узнать о церкви, то вы видели там информацию членов церкви о себе. Они создают электронный профиль, в котором объясняется, кто они и почему их верования для них важны. Они говорят о своей вере. То, как мы говорим о церкви, столь же важно, как и то, что мы говорим. Нам следует подходить к таким беседам с любовью Христовой. Наш тон, говорим мы или пишем, должен быть уважительным и вежливым, независимо от реакции людей. Следует быть чистыми и открытыми и выражаться ясно. Мы никогда не должны занимать оборонительную позицию или спорить. Апостол Петр объяснял, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Похоже, что сегодня поступки все чаще включают интернет. Мы призываем людей всех возрастов использовать интернет и социальные сети для того, чтобы делиться с другими и рассказывать о своих верованиях. Используя интернет, вы можете натолкнуться на беседы о церкви. Ведомые духом, не бойтесь в этих беседах делиться своим мнением. Весть Евангелия Иисуса Христа не сравнить ни с чем, чем вы могли бы поделиться с людьми. В информационную эпоху это самая ценная информация в мире. В ее ценности невозможно усомниться. Это драгоценная жемчужина. Говоря о церкви, мы не пытаемся ее приукрашивать. Нам не нужно раскручивать свое послание. Нужно преподносить свое послание честно и прямо. Если мы откроем каналы общения, это послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа тронет тех, кто готов его получить. Есть огромная разница пропасть в понимании между тем, как мы видим церковь изнутри и тем, как ее видят люди извне. В этом основная причина проведения нами дней открытых дверей перед посвящением храмов. Во время дня открытых дверей прихожане добровольцы просто стараются помочь людям увидеть церковь такой, какой они видят ее изнутри. Они осознают, что церковь это великое дело, даже чудо, и они хотят, чтобы и другие познали. Я призываю каждого сделать то же самое. Обещаю, что если вы откликнетесь на просьбу поделиться своими верованиями и чувствами о восстановленном Евангелии Иисуса Христа, то дух любви и смелости будет вашим постоянным спутником, ибо совершенная любовь изгоняет страх. Настало время растущих возможностей делиться Евангелием Иисуса Христа. Давайте подготовимся использовать возможности, данные каждому, чтобы поделиться нашими верованиями. Я смиренно молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Это была трансляция 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении детского хора первоначального общества из городов Pleasant View и Северный Огнштадт Юта, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Северный Огнштадт Юта